Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Сегодня с вами мы поговорим о выращивании петрушки. Поговорим, как выращивать эту культуру так, чтобы она была круглый год на вашем столе. Да-да, не удивляйтесь, можно круглый год иметь на своем столе свежую петрушку со своего участка. Как это сделать, мы давайте разберемся поэтапно. Ну, во-первых, петрушка, знакомая всем, она бывает двух типов. Петрушка, она бывает листовая и корневая. То есть, в листовой петрушке используется только верхняя часть, а в корневой еще добавок можно иметь длинные корнеплоды, похожие на белые длинные морковочки. Вот, нравится для чего многим корневая петрушка, что ее можно засушить, эти корнеплоды, высушить и потом добавлять в супы, добавлять в различные блюда, ну, придавать такой пикантный вкус. Это тоже как бы очень полезно. Вдобавок, корневую петрушку можно посадить в горшок и всю зиму на своем подоконнике срезать свежую зелень. Ну, листовая петрушка как бы на эти цели уже не подходит. С нее собрали листья, корнеплод деревянистый, он нам не пойдет ни на какие виды переработок. Ну, далее петрушка по верхней части, какие листья, она бывает или такая кучаравая, кудравая петрушка, или бывают такие листья более простые. Ну, которую петрушку выбирать, кучаравую или простую, это, конечно, выбирать вам. Значит, петрушка, это такая культура, которая любит плодородные почвы. Значит, плодородные почвы близкие к слабокислым или нейтральным, но ни в коем случае неизвестковые. Наизвестковых почвах эта культура растет очень плохо. Добавок, значит, петрушку можно высевать практически круглый год. Ее можно сеять ранней весной, можно сеять в апреле, можно сеять в июне, можно сеять в августе. И последний срок посева – это подзимний, это ноябрь месяц. Петрушка посевена в ноябре месяце, будет сходить нас весной уже в конце марта, начале апреля. Культура, значит, многие как бы не очень знают, что в этой культуре лучше всходят семена, которые находятся на свету. А как добиться, чтобы семена всходили на свету? Во-первых, на свету схожесть петрушки повышается в 2 или не 2 раза, потому что если мы высеваем в открытый грунт, у нас всходит где-то 40%. Если петрушка будет посеяна на свету, значит, зайдет уже порядка 80%, то есть в 2 раза выше урожайность. Как добиться того, чтобы петрушка нас всходила на свету? Делается это очень просто, потом я покажу. Значит, делается родочек, обязательно родочек с залублением 2-3 сантиметра. Высевается петрушка, он поливается водой, высевается петрушка и накрывается обязательно пленкой. И вот под этой пленкой создается конденсат, создается влажность, семена под действием солнечного света теряют эфирные масла, быстро всходят, ну и начинают буравливаться в землю. Буравливаются в землю, всходят, окрыпнут, и потом пленочку мы снимем. Зато мы имеем очень хорошую схожесть. Ну, культура такая, значит, в чем еще недостаток этой культуры? Семена очень мелкие. Даже имея вот такую вот селочку, как бы обычную, мы не всегда можем достигнуть густоты посева. Ну, во-первых, для того, чтобы не тратить сразь семена, мы сделаем что? Вот, мы заполняем такую селочку дома и берем лист белой бумаги. И берем лист белой бумаги, регулируя отделение, мы определяем нужную ячейку, нужную густоту посуды. Просто на листе бумаги мы как бы просеиваем эту петрушечку. Просеяли, смотрим, как падают наши семена. Соответственно, семена наши, мы будем видеть густоту посева. И, соответственно, мы можем ее или уменьшить, или увеличить. Вот, из расчета, что, ну, будем считать, что не 80%, а, пускай будет, 70% у нас скорость семена петрушки. Ну, многие, как бы, для того, чтобы скорость прорастания петрушки, берут семена, обрабатывают. Тот обрабатывает молоком, тот обрабатывает перикихи йода. Ну, самый простой способ, я считаю, это семена погрузить на минуту раствор бензина. Бензин является очень хорошим растворителем. Бензин быстро забирает с этих семян эфирные масла, потом семена ложим, они буквально через 5 минут, уже семена просохшие от бензина, остается только запах. И они всходят тогда очень-очень быстро. Если обычные всходы появляются через 2 недели петрушки, то обработанные бензином, они уже всходят на 5-6 день. Ну, из молока точно такой же эффект, из перикихи йода точно такой же эффект. Поэтому можете также попробовать эти способы. Ну, и говорю по петрушке, самое главное – густота. Для того, чтобы иметь хорошие корнеплоды, корнеплоды корнеплода должны быть на расстоянии 5-7 сантиметров. Будет такое расстояние, у вас будут очень хорошие крупные корнеплоды. Ну, культура отзывчива на поливы, очень любит поливы. И также культура отзывчива на подкормки. Потому что зелень ее нежная, зелень срезается. И сами понимаете, если зелень срезается часто, растению надо пополняться запасами питательных веществ. Делается это очень просто. Я советую использовать любые комплексные удобрения. Если вы сторонник органического земледелия, значит, берем или птичий помет 1 в 10 раствора, или обыкновенный пирогной. Берем 2-литровую банку пирогноя, разбалтываем в воде, даем постоять минут 5, и поливаем кружечкой все наши родочки. Результат будет великолепный. Петрушка будет давать хорошую зелень. Эту зелень можно засушить, можно заморозить, можно использовать в свежем виде. Обычно за сезон снимается 3-4 раза эта зелень. Учитывая это, вы делаете посевы в разное время. Это раз по петрушке, чтобы более классично иметь зелень. Потому что петрушка растет первый год дает зелень, на второй год дает грубее, дает цветонос. Дает цветонос, зелень становится не вкусная, грубая, огрубевшая. Вот, высевая в разные сроки, потом на разных градках высевать, и мы будем иметь постоянно свежую зелень. Культура очень полезная, и пищеварение улучшает, и вообще на рынке действует очень благоприятно. Ну и во всех блюдах петрушка, ну, очень приятно и полезно. Вот, ну, давайте сделаем посев петрушке. Вот уже сделан родочек. Сейчас посмотрите, как лягут семена на этом поверхности. Предыдущая земля была полита, мы произвели посев петрушки, и, как вам кажется, это непривычным, мы ее не заделываем пошлой. Мы ее просто закроем полиэтиленовой пленочкой. Закроем полиэтиленовой пленочкой на две недели. Вот, за две недели она у нас вся проклюнется, вся взойдет, мы потом будем видеть всходы. И что дает этот способ, такой поверхностный посева? Не только увеличение всхожести, но мы имеем возможность сразу на самом раннем этапе уже проредить нашу петрушку. Если она будет где-то густо, мы можем ее проредить. Мы можем ее проредить и рассадить. Она не боится пикировки. Способ, видите, очень простой, очень и очень надежный. Попробуйте, и вам понравится, лучше, чем засыпать землей. Субтитры создавал DimaTorzok